У недавно открытой филармонии некуда и яблоко упасть, но спешат не на долгожданную премьеру. В стенах здания состоится выступление губернатора области. Говорит не только о хорошем, но и о недоработках. В частности, в промышленности нужно наладить взаимодействие между предприятиями региона. Задача ведомства выступить координатам и организаторам производственных цепочек, чтобы, к примеру, жировой комбинат закупал тару не в других регионах, одной из энергиевских производственных площадок, способной обеспечить его потребности. В этом году в области запускают четыре новых завода. Это несколько тысяч дополнительных рабочих мест. Но нужны профессионалы технических специальностей. С этим в регионе непросто. Очень важно, когда идет взаимодействие вузовского сообщества и конкретно руководителей крупных промышленных предприятий. Если они заинтересованы в серьезных кадрах, в современных кадрах, они будут работать с вузами. Неплохо обстоят дела в сельском хозяйстве, но главная задача пока не решена. Регион должен выйти на полную самообеспеченность продуктами. Предстоит развивать и отрасль животноводства. При этом областные аграрии должны быть конкурентоспособными. Такие бренды, как «Энгельские томаты», «Возглавный карбулас и картофель», «Ровенские арбузы», «Аткарское подсолнечное масло» должны примножаться рекламой продукции местных товаропроизводителей. О здравоохранении губернатор тоже говорит немало. Но этой сфере далеко до идеала. Несмотря на то, что средняя продолжительность жизни выросла до 70 лет, смертность по-прежнему превышает уровень рождаемости. Много нареканий и по качеству медицинских услуг. Нам пока так и не удалось преодолеть большие очереди поликлиники, сделать эффективную систему предварительной записи на прием к врачу, решить проблему поборов в государственных учреждениях здравоохранения. Пациенты по-прежнему сталкиваются с чертуюсью персонала, зная случаи, когда в муниципальных клиниках после проведения экстренных операций с больных берут деньги, рассказывают мне наши жители о мелких поборах за уход в палатах и анимациях. Выходом из замкнутого круга, уверен губернатор, может стать абсолютно новая модель здравоохранения, в основе которой должен лежать успешный опыт других регионов. В своем обращении говорит также об инвестициях, дорогах и ЖКХ. При этом, называя проблему, предлагает несколько путей решения. Он сделал посылы на перспективу работы в Саратовской области и поставил конкретные задачи. Причем это задачи не общего плана, а задачи именно конкретного. Реализация решений будет во многом зависеть от профильных чиновников. Для успеха поставленных задач, уверен губернатор, нужно в первую очередь много работать. Призывает к этому остальных и готов трудиться сам. Глава региона заверил, что будет работать все время, отвлекаясь только на сон. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.